Девушки отдыхают 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 Че-то гулируешься? Да мама за нами наблюдает. Представляешь, а не успей муж в самый последний момент к своей благоверной. Так бы у них все и рассыпалось. Смешное частное слово. Вот еще быт, обычаи, нравы, это, знаешь, интересно. А во все остальное, по-моему, просто невозможно поверить. Это моя мама меня уговорила. Иди, говорит, посмотри на настоящую любовь. Настоящую любовь. Не знаю, по-моему, о настоящей любви незачем кричать на каждом перекрестке. А вон, посмотри, мечется, что-то хочет. А чего, кстати, непонятно. Ну, по-разному бывает, Юр. Погоди, ты что же, веришь во все эти сумасшедшие страсти? А почему нет? Вот у моей подруги, например, по-моему, даже было пострашнее все. До свадьбы еще куда не шло. А после свадьбы началось такое. То есть, стал ревновать ее каждому встречному, поперечному мужику. На улицу не выйди, на танцы не пойди. Самодеятельность пришлось бросить. Замучил ревностью. Ну, Юр, тебе направо, а мне налево. Погоди, ты же не дорассказала еще всего. Ну, а что рассказывать? Когда я совсем не в Моготу встала, она говорит, давай разойдемся. А он на колени. Мы поехали к тетке в Рузаевку. Там будем жить хорошо. Ну, поехали, а там еще хуже. Даже с ножом кидался. Вот тетка и говорит, слушай-ка, Жека, и Жека-то лучше домой. А ее тоже Женей звали? Кого? Подружку твою. Да, тоже Жекой звали. Ну, и где ж он теперь? Из Тюмени письма пишет. А ты ему? А я не пишу. Я с ним в разводе. Кончился. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, Юра. Что? Руки по швам, товарищ артиллерист. Вы ошибаетесь, я давно в запасе. Смотри, смотри, смотри. Женя! В следующий раз ни за что не поверил. Ребята, ребята, внимание. Еще раз проверим последовательность. Первым пойдет баня Толя. За ним Браченко Катя. Третьим Женя Ивланов. Четвертым Игорь Петренко. Ну, здравствуй, комсомолец Хмель. Здравствуй. Проходи, знакомьтесь, ребята. Это новый секретарь комитета комсомола заря коммунизма. Это Саша Жуков, орготдел. Зина Дьяченко, школьный. Это твой сосед из колхоза Свобода Боря Щукин. А это Алеша Маестренко, ПМК-2. Остальные три члена бюро отсутствуют по уважительной причине. Вопросы будут? Каким я пойду? Вторым. А может, первым, чтоб не ждать? У нас такой порядок, Юра. Сначала мы всегда принимаем. Не нами заведено, не нам нарушать. А, ну тогда я быстро схожу в парикмахерскую. Рекомендую тебе посидеть на приеме. Посмотришь, поучишься, глотнешь атмосферки. Кстати, ваша школа идет. Ну, давай. Саша, давай третью школу. Банник Толя. Рекомендации есть. Решение общего собрания принять. Толя, кто может быть членом ВЛКСМ? Членом ВЛКСМ может быть любой молодой человек советской страны, признающий устав ВЛКСМ, активно участвующий в строительстве коммунизма, работающий в одной из комсомольских организаций, выполняющих решения о комсомоле и выплачивающей членские взносы. Толя, ты сейчас работаешь в ученической бригаде. Да, в саду. Чем вы там занимаетесь? Мы собираем яблоки. Норму выполняешь? Выполняют. Я заезжал, интересовался. Предлагаю принять Толю Банника. Думаю, что двух мнений быть не может. Райком поздравляет тебя, Толя, и выражает уверенность, что ты будешь достойным членом ВЛКСМ. Следующий. Братченко Катя, рекомендация есть. Решение общего собрания принять. Расскажи нам о правах члена ВЛКСМ. Член ВЛКСМ имеет право А. Избирать и быть избранным комсомольские органы. Б. Свободно обсуждать на комсомольских собраниях, конференциях, съездах, заседаниях комсомольских комитетов и в комсомольской печати все вопросы работы комсомола. Вносить предложение, открыто высказывать и оставить свое мнение до принятия организации решения. Понятно. Думаю, двух мнений быть не может. Принять. Райком поздравляет тебя, Катя, и выражает уверенность, что ты будешь достойным членом ВЛКСМ. Следующий. Ну что, то же правах комсомольца спрашивали. Ну потом. Потом сказали принять. Двух мнений быть не может. Подумаешь, мне то же самое сказали. Женя, а как ты закончил учебный год? Понятно. Дело прошлое, а сейчас надо думать о будущем. В девятый собираешься? Да. Понятно. Считаю, что двух мнений быть не может. Райком поздравляет тебя, Женя, и выражает уверенность, что ты будешь достойным членом ВЛКСМ. Следующий. Погоди, Тоня. Что такое? Слушай, Русаков, а ведь у ребят праздник. Ну? А мы спешим, будто на пожар. Зина, да я их всех вот с таких пор знаю. Пионер-важатом работал. Ну и что? Да ведь у них праздник. Понимаешь? Зина права. Так. Хорошо. Сколько у нас на приеме человек? Сорок. Сорок человек? Вот давай с тобой и посчитаем. Четыре минуты на человека. Итого, сто шестьдесят плюс две минуты вход и выход. Если мы каждому будем подбирать особенные слова, к ночи не управимся. Ну и что? А то, что у нас на повестке еще три очень важных вопроса. Сядь. Так надо к этому делу серьезно подходить. Мы с первым так делали. Комсомолец Хмель, идите в парикмахерскую. Часика через два зайдете. Попрошу не тыкать. Первым. У первого секретаря свой стиль работы, а у меня свой. Двух мнений быть не может. Это ты называешь стилем. Комсомолка, Дьяченко, выбирайте выражение. Послушайте, ребята, не надо ссориться. Прием действительно большой. Вот. Мне кажется, нужно поступать, как в таких случаях поступал первый. Делать выездные бюро. В первую школу выезжали? Да. В техучилище? Выезжали. И в третью надо было. Поставить стол прямо в саду и принародно. Тогда бы они этот сад на всю жизнь запомнили. Молодец. О чем же ты раньше думал? Ведь сам за повестку голосовал. Да вот, не подумал. Вот именно. А тут много размышлять не приходится. Четыре на сорок уже сто шестьдесят. Да плюс две минуты вход-выход. Между прочим, ничего смешного нет. Сколько можно ждать? А ты же сам сказал два часа. А я за час управился. По местам, товарищи. Нашли целесообразный прием отложить. Сделаем выезд в школу. Отчетно-выборное комсомольское собрание колхоза «Заря коммунизма» избрало новый состав комитета. Секретарь Юрий Хмель. Расскажи о себе, комсомолец Хмель. Так ведь знаешь. Порядок есть порядок. Не нами заведено, не нам и нарушать. После десятилетки три года техникума. Полгода поработал, в армию призвали. Но сейчас вернулся. В армии комсомолец Хмель был секретарем комсомольской организации батареи. Так что опыт работы у него есть. Ну правда у нас большинство комсомольских вожаков с высшим образованием. Но мы думаем, что к осени ты и поступишь на заочной. Где-то так через недельку к тебе подъедет инструктор или я сам загляну. Обсудим дела. Да, только не забудьте приготовить встречный план. У них и текущих дел много. Комсомольский прожектор совершенно бездействует. Есть доложники по взносам. Да, и с пополнением плохо. За последние четыре месяца не принято ни одного человека. Хотя база для роста есть. В этом смысле беспечность просто поразительная. В общем так, задача минимум определена. Думаю, что двух мнений быть не может. Райком поздравляет тебя комсомолец Хмель и выражает уверенность, что ты будешь достойным вожаком вашей комсомол... Глуши! О, привет! Ты чего шумишь? Разговор есть. Здоров. 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 Вы что же, это братцы-новобранцы не были на комсомольском отчетном перевыборном собрании? А тебе-то какое дело? Я, между прочим, интересуюсь по долгу службой. А что, тебя выбрали? Да, и ты, кстати, тоже в составе комитета. Что ты говоришь? Ты понял, Колька, а? Власть меняется, а мы все ничего не знаем. Здесь баночки крутим, а? Хорошо, а если ты шуток, почему не было ни одного человека от Хутора Майской? Да подходили к твоему отцу. Просили. Ну? Говорит, без вас обойдутся. Погоди, ну это же бывает раз в году. Говорили, что толку. Эхо! Эту штуку так же не бросишь. Зачем бросать? Надо было подмену обеспечить. Да, вот, кстати, ты поговорил бы с ним. Все-таки твой отец не то, что нам, бригадир. А? Да, как собрание? Серединка наполовинку. Из районок-то был? Русаков. О-о-о! Чего? Райком поздравляет тебя комсомолец Хмель и выражает твердую уверенность в том, что ты будешь достойным вожаком. А ты откуда знаешь? Так у него же за неделю до собрания известно. Кто скажет так, кто бы и в какой последовательный этаж. Как по нотам. Как-то хотели внести изменения в список делегатов районной конференции? Ни в какую. Говорит утверждено и точка. Мне пора браться. Да, ладно. Да. Ну что ж, мы тоже присоединяемся к русаковским пожеланиям и выражаем твердую уверенность в том, что ты будешь рассказать. Да хватит вам, спасибо. Ты только не забудь, четвергкомитет первый. Да, хорошо. Как машина, тянет еще? Да, не важно, клапана барахлят. Братцы, вы сейчас на механиков не рассчитывайте, они на расхват. Сделаем так, через парочку часиков я сюда подкачу и лично отрегулируем. Ну, спасибо. Ты же только смотри, не забудь, пожалуйста. Заметана. Ну, пока. Будь. Дядь Гриша, здрасте. Как говорят, решили, постановили, первое место не присуждать. Вымпел за второе вручить доярке Ковтун, третий Негорохшеке Валентине. Так? Кто за? Опусти руку, голосуют члены советной бригады. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пиши, Ольга, едем гласно. Тебе чего? Продолжаю, а потом. Потом? А на потом у нас остался очень неприятный вопрос. О хищениях. Развела их телятница Нина Дудко. А ну, Ниночка, иди, иди сюда. Иди до нас. Чтоб все видели. Иди, иди, иди. Что ты смотришь? Иди. На общее обозрение. Стыдно? И мне стыдно. Без году недели трудишься, а уже успела свои коготочки запустить до социалистической собственности. Ну, расскажи всю историю. Может, семья твоя находится в холоде да голоде? А? Кому-то скалопродукт. Поросятам. Мама заставляла. Мама! Ты вполне взрослый человек. И родителей впутывать нечего. А завтра мать тебе спички даст, скажет, ферму подпали. Не загорится кирпичная. Я, к примеру, говорю, стыдно и только. Вот тут, кстати, комсомольский секретарь появился. Вот его попросим в моральную сторону обсудить этого дела. А сами вынесем материальное решение. Предлагаю. Лишить телятницу Дудку четверти дополнительной оплаты за прошедший месяц. Есть возражения? Имеются. Либерал ты, Николай Карпыч. Что такое? Лишить четверти дополнительной оплаты за месяц. Что ты предлагаешь? Что я предлагаю? Уж ежели бить, то бить так, чтобы другим не повадно было. Долой дополнительную оплату. Раз и 50% заработной платы. Не пойдет. Почему? Если мы такой удар нанесем, да еще и комсомольская организация, от человека может остаться мокрое место. Ну да. Прав, Николай Карпыч. Дудка молодая, ее надо пожалеть. А вот твое дело буквы писать. Голосуем, кто за мое предложение? Четверть оплаты. Опять ты руку поднял? Конечно. Раз, два, три, четыре, пять. Моя взяла, Яковлевич. Ну правильно, ты хорошая, я плохой. Записывай, Ольга. Да позабойся насчет обеда. Все, хлопцы, шабаш. Дудку прописочь. Обязательно. Не очень сильно, потому как мать виновата. На руку нечистая. Да у них вся порода такая. По делу явился? Ну вот, заодно и пообедаем. Я ругаться пришел. Причина есть. Ты почему не отпустил ребят на комсомольское собрание? А коровы нехай голодные стоят. Объявление вывесили за неделю. Можно было или подмену найти, или сделать запас кормов. Да у меня нет времени объявления читать. А комсомольцы твои явились с просьбой за час до собрания. Обошлось ведь? Обошлось, обошлось. Ты что же хочешь сказать, всегда так будет? С подобными вопросами ты обращайся к порторгу. Мое дело производство людьми обеспечивать, а не посиделки. Вот потому-то у тебя и проворовалась комсомолка. Заранее сообщат, отпущу. Если мы, Карпович, станем отпускать всех на совещание до собрания, работать некому будет. А ты, между прочим, молчи. Твоё дело цифры считать. Ты чего? Что с тобой? Не встревай. Сиди и жуй молча. И не тыкай меня при посторонних. Да какой же он посторонний? Ольга, да просишься, дей бог. Спасибо. Иди принеси компот. Ну что еще новенького? Ты на ферме-то бываешь? Коженый божий день. А что? С кормами безбожно обращаются. Закладывают мимо, ясел летит, никто не подберет. Так скотина вместе с подстилкой затаптывает. Совсем не углядишь. А поговорить-то с доярками можно? Дома, небось, корм под ноги не бросят. Все подберут. Знаешь что, сынок? С меня люди постарше спрашивают, чем ты. Давай, ты в своем хозяйстве займайся, а я буду в своем. Вот так. Вроде одно дело делаем. Прямо из холодильника. Прямо из холодильника. Спасибо за обед. Ты, Ольга, не шибко распускай себя. Если что, и было между нами, так это... Значит, больше не будет. Это же я к примеру говорю. А-а-а. А-а-а. Здорово, братишка. А-а-а. А-а-а. Юркеш, здорово. Нутрия. Точно. Рис в двух шагах. Все время валики подрывает. Измучился, пока поймал. Ну что, еще пара таких, и будет Татьяна на воротник. Нет, они к зиме пушистые. А сейчас крыс с крысой. Иван, а хлопцы твои где? Двойной обеде. А Пашка и Степана Верченко здесь. Привет, сонное царство. Что снилось? Что случилось? Валентина приехала? Какая Валентина? Приснилось, что ли? Пашка, смытайся на третью, перекрой задвижку. Иван, а можно, Степа? У меня к Павке разговор. Серьезный? Комсомольский прожектор. Э-э. Братан, а ты моих парней не трожь. Видишь, наши обязательства вон висят. Так что ищи посвободней. Иван, между прочим, у всех дела. А вот ты, братишечка, сам исправляйся. Русаков вон всегда единолично везде поспевал. Так что давай, освобожденный. Дядь Ваня, дядь Ваня! Вашу тетю Таню в магазин забрали. Какой магазин? Ну, этот, в котором пацанят покупают. Ёлки-палки. Да ты, сорок, нечего? Спокойно, Иван. Дырыбашка, да вот, если ты тебя смотрит. Дюрка, давай машину, быстро поехали со мной. Мне туда зачем, а тебе там делать нечего. Эх, братишка, куда ты несешься? Третью перекройте! Третью перекройте! КОНЕЦ Добрый вечер. О, ты чего здесь? На прорыв вызвали, лобуряку успокаивать. Я к дурилу каждые полчаса носится к роддому, аж всем нянькам-то надоело. Иван, ну хватит тебя, она же не первого рожает, второго. На две недели раньше срока. Все образуется, Иван, слышь? Да я же пацана жду. Наследника. Слушай, Депка получается, по всем приметам Депка. Да никаких примет в моем доме. Да разве подобные от меня зависти? Девка будет. Вот, сестричка. Чего? Пойдем, выйдем, разговор есть. Пойдем, пойдем. Иван, ты ничего за нашим батей не замечал? Ну? Что ну? Дальше что? А, ты понимаешь, еду я по кукурузе, вдруг смотрю его мотоцикл. И голоса. А в коляске у него лежит кофточка учетчицы. Ну пусть лежит, потом заберем. Да у меня несчастье, а ты со всякой ерундой лезешь. Пятно на всю семью ерундой. Слышь, Юрок, давай съездим туда. Туда? Ага, в роддом. Только ты будешь спрашивать, а то меня няня уже гонит, а? Правильно она делает, что тебя гонит. Юр! Где? Что? От чего он приходил? А я откуда знаю? Кофточка какая-то. А-а-а! Надо свет переключать! Юрка! Ты куда? Я-то... Куда так поздно? Я-то тебя. Мать послала беспокоиться. Хе-хе! Вот новость. Что? Первый раз, что ли? То-то и оно, что не в первый. Пойду я, Николай Карпович. А? Да хаты тут близко. Сто метров осталось. Ну-ну, беги-беги. Счастливо оставаться. Ну ладно, поехали. А то действительно поздно. Поехали. А-а-а! Поехали! Поехали! Поехали домой. Ты чего? Я-то ничего это. Ты вот. Отчетность реализовали, припозднились немножко. Там так напутанно сам черт ногу сломит. Ударь меня, если хочешь. Поехали. 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 Бабу, двоих. Двойняшку? Ага. Вот это прибавление. Чего я? Ничего. Я, может, от радости. Три дочки. Да. Нет его. Нет, вы в его кабинет попали, только его сейчас нет. Нет, позвонить попозже. На, кого ты постригись, наконец. Возьми. Катя, а у меня к тебе дело. Да. Катюш, ты в каких отношениях с Ленкой Матвеевой? Подруги. Ну, подруги тоже разные бывают. Бывают просто так, а бывают сердечные подруги. Ну, тогда мы сердечные подруги, а что? Понимаешь, Катюш, я тут с ее матерью разговаривал. Очень она обижается. Не знаешь, что там у них? Ой, Юрочка, все это очень сложно. Знаешь, Ленка говорит, что у них интеллекта не хватает. Что отчим все разговоры коровником заканчиваются. Ну что ж, ничего удивительного. Отец, ветфельшер, мать, доярка. Интеллекта ей мало. А может, мать потому и темная, что всю себя ее светлость отдала? Слушай, возьми, скажи об этом. А может, лучше ты? Ой, Юра, ну нет, нет. Нет, и не проси даже. А я, между прочим, и не прошусь. Считай это поручением комсомольским. Слушай, ну почему я? Ну, вы же с ней подруги сердечные. Не бойся ты с ней испортить отношения. Пойдем. Ну ладно. Сима, зови Петю Виноградского. По местам, ребята. Петя, Виноградский. Заходи. Э, ты там долго не задерживайся. А то, понимаешь ли, взносов не платят, потом здесь стоят, ждут. Петя, ты что там присел? Давай поближе. Здрасте. Что ж, Петро, на собрание тебя с рыбалки привезли. А теперь, оказывается, ты еще не плательщик. Взносов. Объясни нам, в чем причина задолженности. Не знаю. Я не я, и хата не моя, так что ли? Ну? Не знаю. Спрашивают, отвечай нормальным языком. Заладил, не знаю. Подожди. В уставе Петя записано. Не уплатил взносов в течение трех месяцев, подлежишь обсуждению в комсомольской организации. Вот мы и выясняем, в чем причина. Не знаю. Братцы. Да он над нами издевается. Да он всегда такой. Здесь скроется какая-то тайна. Которой замешана женщина. Кончайте. Ты опять не подумай, что комсомол задыхается от твоей недоплаты. У комсомола деньги есть. Но взносы один из показателей нашей аккуратности и дисциплинированности. Ты понял? Понял. Может, у тебя финансовые затруднения? Бывают иногда? Затруднения. Ну, дает, а? Тише. Да ты в ведомость посмотри. Май, июнь. До двухсотра я получал. Петь. Неужели никак нельзя выкроить? Петь. К тебе обращаются. Слышь? Слышу. Ну, так отвечай. Слушайте, сколько можно ждать? Для вас время ничего, для меня время золото. В общем, пять минут жду, а потом ищите. Обожди минуту. Закрой. Давай, Петь, побыстрей. Можно я потом скажу? Видали? Сразу говорил. Тайной пахнет. Погоди ты со своей тайной. Петь. А какая разница, сейчас или потом? Может, ты стесняешься? Так ты же видишь все свои. Мамка денег не дает. Погоди, ну ты зарплату-то получаешь? Нет, не я. Мамка, сеструха, сразу домой мамки относит. В прошлом месяце в Культаваре спиннинги привезли. Дельфин. Пятнадцать рублей штука. Я просил, просил. Она не дала. Ну, спиннинги-то ладно. А взнос все-таки дело не семейное. Ты ей объяснил? С ней трудно разговаривать. Да. Ну ладно, иди. Я с ней сам поговорю. До свидания. Думаю, что у Виноградского причина уважительная. Да. Вот что, обяжем кассу. Выдавать деньги только ему на работу. Мария Борисовна, неперсонально добрый день. Решите помогу? Ой, персональный. За что ж такая честь? А, есть конфиденциальный разговор. Вроде из вашей организации давно выбыла. Ну и что ж, зато ваш сын у нас на учете состоит. Что, он отворил что-нибудь? Кто? Петька? Да что вы, разве он способен на что-нибудь плохое? В отца, если задержится где-нибудь, не волнуй, знаю, порядок будет. Ну вот видите, и такого хорошего парня, Мария Борисовна, вы ставите в неудобное положение. Чем? Зарплату за него получаете. А-а-а. Дочка-кассирша, она и получает с доставкой на дом. Удобно. Да я понимаю, что удобно, но ведь вы его лишаете такого удовольствия. Первый год парень на самостоятельных хлебах. А что, если подержит, полегчает, все равно же в один котел. Да поймите, ему же перед ребятами стыдно. Ну что ты вмешиваешь в семейную жизнь? Вот женится, пусть распоряжается своим кошельком, а моей хате я хозяйка. В таком случае постарайтесь распоряжаться как-нибудь так, чтобы парень оставался хоть на комсомольские взносы. Ты чего? Приказываешь? Нет, предупреждаю. Знаешь, комсорт, что я тебе скажу? О, я догадываюсь. Марья Борисовна, я завтра зайду, мы с вами договорим. Я все равно не передумаю. Увидим. Ловко. Ловко. Главная оперативность. Держи. Вот, а завтра у нас рейд по проверке готовности рисоуборочной техники и на всеобщее обозрение. Хорошо, перед тем, как вывешивать, мне покажешь. Обязательно. Да, вот что, погоди с этим. Иди в гараж, там булат меня искат. Как переменит, поезжайте по фермам, бригадам, другим объектам. Снимите наглядную агитацию, обновлять будем. А это? Что? Это порежит. Так, Степан Николаевич, может тогда и ваша наглядная агитация недельку потерпит? Что такое наша, ваша? Ты что, из другого колхоза, что ли? А я должен ехать в первую бригаду. Ты кто? А? Комсорг, если не ошибаюсь. Да, активный помощник и резерв партии. Делает то, что тебе старшие говорят. Вот здесь мы разместим наш музей. Кое-что, ребята, мне уже принесли. Маловато, правда, но все-таки принесли. Так что ты скажи своим девчатам, если у них там есть какие-нибудь, ну, там, ну, старые там фотографии или еще что-нибудь, то пусть несут. Хорошо? Хорошо. И вот смотри, видишь, Дмитренко, Иван Данилович. Самый первый председатель нашего колхоза. 31-й год. А? А вот этот вот, это он сейчас. Он жив? Да. В Станице Сергеевской проживает. Вот ты бы съездила к нему, записала бы все на пленку, его воспоминания. Представляешь, тут вдруг его живой голос. М? Это же, это же убедительнее, чем любой экскурсовод, правда? Хорошо, конечно, я съезжу, Михаил Дмитриевич. Все? Договорились? Ну, ты смотри, тут фотографии, а я пойду. Ты в каком классе учился? В 10-м, а? И я в 10-м, а? Неужели? Какое совпадение. Вот мой класс. Это мой. Да кто там лазит? Ну, что теперь делать-то будем? Да. В разбойника ходил. Это почему? Ну, в последних партах разбойники сидят. Не обязательно. Вот у нас, например, самых проказников их вперед сажали. Да кто там лазит? Женя! Женя! Эй! Ты где? Эй! 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 Добрый вечер, Евгения Алексеевна Долго ходишь Ну что, целоваться будем или как? За ручку здороваться по-культурному? Чего молчишь? Больно строго спрашиваешь И за что? Например Час поздняя ты Все? Жень Ты хоть бы поздоровалась, что ли Ну зачем ты приехал? В отпуске вообще Зачем? Двумя словами не скажешь Жень Давай уедем, а? Давай забудемся и уедем Слышишь? Женя, заново все строить начнем Жень Что строить-то? Жизнь Ведь никто не любил и не полюбит тебя так, как я, Женя, слышишь? Пойми Ненавижу я тебя Ненавижу вместе с твоей любовью Врешь Клянусь, ненавижу Привет 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 На прорыв прибыл? Бери серпик, к нам. Сейчас. Здрасте, девочки! Поручение к тебе. Какое? Во время обеденного перерыва раздай своим. Комсомольское собрание. А приглашение как на свадьбу. Сам придумал? А что, плохо? Хорошо, теперь никто не скажет, что забыл. Повестка дня какая? Слушай, у нас такого ни разу и не было. Поговорим о жизни, о себе. А разве не о чем? Да, но есть о чем. Но на такую тему вряд ли кто разговаривается. Ну уж, это от нас с вами зависит. Девчата, а чего это я Гриневскую не вижу? Сегодня не было. Почему? Спроси у тети Зины. Все тайны, тайны. Здрасте, тетя Зинь. Доброго здоровья, племянничек. А ну дайте, я попробую. Ну, лучше бы он девчатам помог. Тетя Зинь. А где сегодня Гриневская, а? А ты что, разве не знаешь? Нет. А что? Господи, кавалер называется. Вчера вон в дождь примчалась. Мокрюсенькая, нитки на ней сухой не было. Слово вымолвить не может. Оказывается, Петро вернулся. Ночевала у меня. Утром убежала, куда не знаю. Что уж у них там произошло, понятия не имею. Вот так. Сир поставь! Подожди, не возьми! Тише, Леший, гусей подавишь. Здрасте, Анна Даниловна. Где Женька? Господи, шастают туда-сюда, будто конец света. Женька, где спрашиваю? Ну, пришла сегодня утром. По скандалю они с Петром крепко. Но я, правда, не вмешивалась. А потом подхватила чемодан и... И куда? Наверное, к шоссейке. Беги скорее, может догонишь. У нас одна дорога. Женя! Куда ты? А тебе-то что? Дай помогу. Уйди, тебе говорят. Да я-то здесь при чем? Вот ни при чем и уходи. Никуда я от тебя не уйду. Я сама со своими бедами справлюсь. Это не только твои беды, это уже и мои беды. Дай сюда чемодан. Пусти, тебе говорят. Ну, пусти меня, я тебе говорю. Женька. Пусти. Женька, слушай меня, ну. Поехали. Положи на место. Хорошо. Ну, а даль, ты что? Дальше замуж за меня пойдешь. Вот, что будет дальше. Бери чемодан, садись. Слушай меня, и все образуется. Я кому сказал, садись? Ну, селась. Вот и дальше будешь себя так вести. Всю жизнь. У меня к тебе очень серьезное дело. Ты вечерком возьми батю, садись. Ладно, ладно. Один с ним получше. И сходите к Ане Даниловне. Поговорите. А зачем? О чем говорить-то? Ну, о Жене. А чего о ней говорить? Мам, ну что ты маленькая? Мы с ней собираемся пожениться. Ты что? Ты что, это серьезно говоришь? Ой. Мам. Ну, не пара она тебе. Да почему? Ну, потому что и характер у вас разный. Тебе нужна хорошая, спокойная девушка. Ну, уж никак не Женька. И потом запомни ты. Никогда самостоятельная женщина не пойдет первая на разрыв с мужем на развод. Но ты же не знаешь, почему она первой пошла на развод. А ты что, знаешь, что она тебе так вот все честно и сказала? Да что ты? Не верю я в вашу любовь. Не верю. Любовь годами проверяется. А у вас-то что? Ладно. В конце концов, не тебе с ней жить, а мне. Извини. Не ожидал я от тебя. Самостоятельный очень стал. Не рано ли? Ой. Напридумают же, а? Не жать, не мять. Нажал кнопку и напиток готовый. Дедунь, выходит, сработали твои приметы. Не совсем. Я одну подгадывал. Они еще разгулялись. Парочку. Таня, а где же сам ударник? С минуты на минуту будет. На системе валик прорвало. Такая работа. Спят? Ходи нормально. Здоров. Они еще две недели слышать не будут. Как решили назвать-то? Галочкой надежда. А может, наоборот, я их путаю. На кого надежда? На четвертую, что ли, а? На четвертого. Будем бить до победного конца, верно, Таня? Ой, дай отдышаться. Нет, ну, пацан, то ведь нам нужен. Для продления фамилии, для разнообразия. Между прочим, знаешь, девки лучше. В детстве мало кричат. А к старости с ними спокойнее. Себя успокаивай. Воистину, будто оправдывается. Ну да. По делу пришел просто так. По делу. Поговорить надо. В общем, Иван, решил я с Женькой Гриневской расписаться. Дед, Юрка женится на Гриневской. Да знает он. Ну? Мать там, помирить их надо. Ты бы нажал с тылу-то. Это ты же для матери авторитет. Это верно. А че? Гриневская баба симпатичная. Слышишь, Тань? И даже можно сказать, красивая. И коль пришлась по душе, значит, будем содействовать. Верно, дед? Да. Краса до венца, ум до конца. Ума ей не занимать. А то, что ошиблась по молодости, ну, с кем не бывает. Ладно, Иван. Не надо об этом. Ну, чего ты сердишься? Ты ведь сам пришел, я не звал. Поэтому и слушай. Ну? Отец приехал. Слышишь, Таня, мать тоже. Вань, знаешь что, я уйду куда-нибудь, а ты давай тут без меня. О, тоже мне жених. Ты что? Это что тебе, Мадридский двор, что ли? Здесь спрос без тайн, прямо в глаза. Вот сейчас имеем и все решим. Не волнуйся, садись. Добрый вечер, мама. Здравствуй, Вань. Здорово, бать. Здорово. Так что? Есть повод. Видать, они по этому поводу-то и прикатили. Вот тем более. Сядем за стол сейчас и обсудим, что и как. Что обсудим? Предстоящую женитьбу. Юрк, ты говорил с ее матерью? А чего тут разговаривать? Линия у всех матерей одинаковая. Поскорее срок сбыт. В моем доме не грубить. Коль веришь дело, так говори без предсказок. Я что и говорю. Вот придет время, будешь своих замуж выдавать. Вот тогда побачим. Ну вот ты сейчас опять от дела отклоняешься. Ну, коли ты мне рот затыкаешь, молчать буду. Тарахтите без меня. Ну, что же вы молчите? Вы же главные люди. Вопрос понятный. А если понятен, так нечего чинить человеку перепон и рогатки. Вот кто возражает. А по мне, любая ко двору будет. А ну, мама, выскажи, почему против. А ты что, адвокатом заделся? Вопрос проясняю. Отвечает. Вот видишь, значит, несерьезные твои доводы, если не хочешь говорить о них вслух. Я ему говорила. А ты повтори во все услышание. Пусть все знают. У нас не мадридский двор, и нам скрывать нечего. Ой. Что из пустого в порожнее-то переливать? А ты не переливай, а говори конкретно. А что ты ко мне прилип? Что ты прилип? Разве такие вопросы так решаются, тяпля? Дедунь, да скажи хоть ты. Может, у человека душа не лежит. Давай не будем говорить о душе-то. Чего собрались? Выработать определенные решения. Вот и давайте. Я за. Татьяна за. Батя за. Ты, дед, чем исполняешься? Воздерживаюсь. Ну и воздерживайся. Так вот, мать, даже если ты будешь против, все равно по большинству голосов проходит наше мнение. По-моему, все ясно. Быть в свадьбе. Это по голосам просто. А вот как они будут жить бок о бок под одной крышей, вот в чем вопрос. А это не обязательно под одной крышей. У Женьки хата просторная. Это что же? Значит, брату в примаки идти? Ну, не понравится, квартиру снимут. А перед людьми вам не совестно будет? Вы в домах живете, а младшенького на квартиру спровадить, да? Ну тогда, мама, смири свой норов. А то ишь, раскатилась. Николай Карпович. Ольга. Ты что? Здравствуйте. Здорово. А я вижу, вы из магазина вышли. Там накладные остались неподписанные. Наподписывались уже. Скоро вся станица будет в курсе дела. Перед ценами уже горят. Можно подумать, я первая начала под вас клиночки подбивать. Ну, поведи ты себя иначе. Может быть, оно все было... Ну, надо же понимать. Несредовым, а все же таки с руководящим начальством имело дело. Кругом же глаза. Скромность в этом вопросе. Первое дело. Значит, все прошло, все умчалось в безответную даль, да? Эх ты, Ольга, Ольга. Ты ко мне со стежками. Я тебе тоже стежком отвечу. Как это... Окончен бал, заросла свечка. Все. Шабаш. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok